Какой-то человек зашел в мой журнал и сделал мне замечание, странно, говорит, что вы не знаете, что вовсе не сожгли астронома. Про какого же астронома он говорил? Ну, про польского астронома, известная фамилия. Сейчас он у меня выскочил с головы. Ну, я зашел в Википедию, да, действительно, его не сожгли, он умер сам с собой, он был врач еще, кроме того, что он был астроном. Ну, и мне стало любопытно, что за человек мне сделал замечание. Я пошел к нему в дневник, и мне понравился его дневник. И там была интересная заметка о дэнди, о русских дэнди. Текст был Александра Васильева, написан в 2007 году. Ну, прочтем фрагмент. То было время, когда утонченная и аристократическая внешность высоко ценилась у мужчин. А носители подобного генофонда свободно разгуливали по улицам обеих столиц России. Изысканная элегантность, рафинированный вкус. Котировался тогда, наряду с исконно мужскими качествами, мужественностью, честностью, благородством и милосердием. Россия в ту пору была очень близка к Европе. А Петербург в 1910-е годы даже считался самой элегантной из европейских столиц. Глядя на автопортреты наших звезд предреволюционного периода, этому невозможно не поверить. Рассматрив фотографии русских дэнди, невольно отмечаешь особенности типажей морской красоты того времени. Благородное овало, сюда гладко выбритых лиц, уложенные набриолиненные прически с проборами. Осмысленный взгляд, холеные руки правильной формы, элегантная и модная одежда. Регламент мужской элегантности не позволял мужчинам сниматься ни в чем, и нам, как в белой на крахмальной сорочке с пластроном и высоким жестком воротничке. Белая бабочка была, допустимая только к фрачной паре, черная к смокингу, а шелковый галстук пластрон или регата. Шли к пиджачной шелковой тройке, восхищают аксессуары мужской моды, элегантные жилеты, фетровые шляпы, запонки, булавки, цветки в петлице, шелка и платочки в карманах пиджаков, мундштуки, трубки. Во всем введен утонченный вкус и чувство меры, которые в сочетании с изысканной речью были тогда характерны для образа русского элегантного мужчины начала 20 века и могут послужить хорошим примером для современных денди. Александр Васильев, Париж, 2007 год. Ну и здесь он как-то сказал, что они одевались по моде, и это меня позвало написать эссе. Это меня называло позвать написать эссе. Где же это место, которое он написал насчет моды? Изысканная элегантность, рефинирный вкус, рекатировал стадам ряду с исконно-морскими качествами. Регламент мужской элегантности не позволял мужчинам сниматься ни в чем ином. То есть, мода и регламент диктовали людям якобы, как надо одеваться. И при этом мы говорим о денди. Мне хотелось рассказать даже про истинный дендизм. А здесь как бы не совсем правильное понимание слова «денди». «Денди» – это не с иголочки одеваться, а с вызовом банальному вкусу. А ведь банально – это то, что модно. То есть, наоборот, это вызов моде. Вот что важно понять, когда мы говорим о дендизме. Истинный дендизм. Так я называл свое эссе, которое я сейчас прочту. «Дендизм здесь не совсем верен по смыслу» у Васильева. «Денди» – это не с иголочки одеваться, а странно одеваться. И странно себя вести. С вызовом банальному вкусу. Как-то я читал книгу о денди, который был очень моден в Лондоне. Его приглашали к самым знатным особам на самые знатные вечера. Он там появлялся в необычном наряде. Все удивлялись и заявлял какие-то удивительные заявления. То есть, он и вел себя интересно, и одевался интересно. Не так, как все. Но им восхищалось и знать, и король. Но вызывающее поведение его как-то однажды пошло в разрез с королем. Обидело короля, и он покинул или был выслан из Англии. Не помню. И далее его навещали во Францию. То есть, все эти его высокопоставные друзья иногда приезжали посмотреть на денди. Скучали и по его необычным одеждам, и по его необычным мыслям. Видимо, денди – это то, что оживляет жизнь. То, что ее двигает вперед. Это нарушение традиции, это нарушение моды. И так миром вельможи его навещали во Франции. И не помню, как. Но даже была поездка короля. То ли он мимо проезжал, то ли специально приехал. Но что дальше в книге описывается, я тоже плохо помню. Может быть, он не вышел к королю, когда ему сказали, что король ждет, его на своем корабле приглашают. А может быть, он встретился с королем и ждал, что король пригласит его вернуться в Англию. Но король, наверное, испугался. Потому что опять боялся натолкнуться на какой-нибудь контрастный поступок этого денди и несколько неуважительный к авторитету короля и не пригласил его вернуться в Англию. Я плохо помню эту книгу. Но помню, что заканчивается она печально. Последнее известие о нем. Его находят в сумасшедшем доме. Там же, во Франции, где он и умирает. Вот такая необходимая добавка к дендизму. Я стал искать в Википедии. Википедии банально представляет дендизм, как вот одеваться по моде, что неправильно. Но с другой стороны мне попался академическое какое-то издание словарное в интернете. Здесь написано Дендизм противопоставляет культ своеобразной личности враждебной тривиальности то есть банальности пошлости тому, что модой в самовластной высокому лондонскому кругу зовется вульгар Пушкин. Ну вот что такое денди и дендизм в более точном понимании этого слова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...